Тема нашей сегодняшней лекции «Методика расследования экономических преступлений». Экономические преступления являются, пожалуй, самыми сложными среди всех преступлений отдельного вида. И связано это прежде всего с тем, что опять же в криминалистической характеристике преступления важнейший элемент личность преступника обладает специальными знаниями в сфере экономической деятельности, который усложняет процесс установления истины, процесс собирания доказательств. И, естественно, что все это отражается на тактике предварительного следствия и тактике в дальнейшем судебного следствия. Что мы можем сказать о личности преступника, который совершает экономическое преступление? Ну, как вы понимаете, это преступление так называемое «беловоротничковое», когда лидером всего этой организованной преступной группы, как правило, они совершаются в организованных преступных группах, все экономические преступления, является человек, обладающий экономическим образованием, который обладает незаурядным характером с точки зрения организаторских способностей. И этот человек имеет большой опыт противодействия правоохранительным органам. Хочу вам привести в качестве примера опыт моего отца Воронина Эдуарда Ионовича, который в 70-х годах входил в десятку лучших следователей по особо важным делам Советского Союза, расследовавший уголовные дела об экономической преступности по статье 93 Прим Уголовного кодекса. Эта статья предусматривала высшую меру наказания, расстрел за преступления, хищения которых составлялись выше 10 тысяч рублей. У моего отца в производстве были уголовные дела, где хищения достигали от 500 тысяч до миллиона рублей. То есть можете себе представить, насколько это были серьезные преступления. Эти уголовные дела, одно дело расследуется в течение года, может двух лет. И при разговоре с отцом на эту тему он всегда очень активно выражал восхищение изобретательностью лидеров этих преступлений, лидеров этих организованных преступных сообществ, которые смогли разработать схему хищения материальных и финансовых средств, исходя из своего экономического образования и исходя из учета, изъянов в бухгалтерском учете или отчетности, которые складывались на том или ином предприятии. Что касается механизма совершения преступления, отец очень недвусмысленно и очень просто мне объяснил суть любого экономического преступления. На самом деле это было сказано в 70-х годах и актуально до настоящего времени. И любому юристу, криминалисту становится понятным, из чего складывается, то есть что лежит в основе любого экономического преступления, любого способа. Значит, существует два основных способа совершения преступлений в сфере экономики. Первая, так называемая, операция без товарной фактуры. Вторая операция, это операция без фактурным товаром. То есть, иначе говоря, первая ситуация, когда у нас нет товара, есть бумага, есть документ. И вторая ситуация, когда у нас есть товар, не обеспеченный документацией. То есть, это левый товар. Что касается без товарной фактуры. Ну, вот наглядный пример. Ситуация была с чеченским АВИЗа. В 90-х годах я сталкивался с этой проблемой. Работал в Томском следственном изоляторе. Как раз чеченый, в том числе брат нашего депутата Сажи Умалатовой, находился арестованный там в следственном изоляторе, и он был как раз арестован по вот этой схеме чеченского АВИЗа. То есть, фактически, ни из ничего, деньги падали на, значит, деньги на Инкасса, ставились на Инкасса, и подтверждение телеграммы, вот это, который называл чеченская АВИЗа, позволял этим деньгам упасть на счет конкретного клиента. Вот, благодаря этому, миллиарды рублей были сняты со счетов. Ну, и, естественно, они терялись в черной дыре Течни, где, собственно говоря, в это время как раз и формировались бандформирования на эти деньги. Они, собственно говоря, готовили войну с нашей системой, с Россией, фактически. Вот, поэтому, что касается бестоварной фактуры, любая операция с бумагами, приписками, это все укладывается в эту схему. Ну, и, собственно, все банковские операции тоже, в основном, они связаны с этой операцией. То, в том числе, вот сейчас знаменитая операция по обналичению средств, денежных средств через банковские счета, то, что называется операция с дропами. Дропы — это подставные фирмы. В американской юриспруденции дропами называют, так называем, денежных мулов. То есть это те самые фирмы, с помощью которых деньги отмываются, снимаются со счетов и превращаются в наличку. Это то, что необходимо для жизнедеятельности любого организованного преступного сообщества, поскольку в криминальном мире предпочитают оборотные средства, наличные, то есть денежные средства. Поэтому не случайно, что наши эстрадные звезды, даже там средней и малой величины, являются миллионерами-долларовыми. Всегда ставится вопрос о том, откуда средства. И ответ, к сожалению, на этот вопрос идет еще с Советского Союза в 90-х годах, поскольку все концерты, особенно нелегальные концерты эстрадных исполнителей, являются прекрасным средством отмывания криминальных денежных средств, особенно заработанных на торговле наркотиками. Поэтому там огромные суммы, и поэтому мы наблюдаем, что у наших эстрадных артистов, у всех дома в Майами, квартиры и так далее, все это очень просто. Они включены в механизм организованного преступного сообщества по отмыванию вот этих незаконных средств. Что касается личности преступника экономического, то здесь очень интересные разработки у Сергея Викторовича Познышева. Сергей Викторович Познышев – это выдающийся российский криминолог начала 20-го века, криминолог и психолог, он сам себя называл психолог-криминалист, который разработал теорию, собственно говоря, эндогенных, экзогенных преступников в противовес врожденным преступникам Чезаре Ламбразо. Всем известно хорошо, что Чезаре Ламбразо был выдающимся криминалистом, итальянским врачом тюремным, который более 30 лет работал в тюрьме и наблюдал за поведением осужденных, заключенных, разработал много очень полезных методических рекомендаций и пришел к безапелляционному выводу, что все преступники являются таковыми с рождения. Вот эту теорию врожденных преступников всегда очень резко критиковал Сергей Викторович Познышев. Он работал профессором в Санкт-Петербургском университете, и как раз таки Познышев говорил о том, что во многом объективные обстоятельства, внешние факторы накладывают отпечаток на формирование личности. Он, в частности, рассматривал целую группу бандитов, организованную преступную группу из бывших военнослужащих с Первой мировой войны. Вот он там конкретно описывал ситуацию психотравмирующих факторов, как они становились бандитами, простые военнослужащие после контузии, ранения, как они приходили к необходимости зарабатывать деньги вот таким криминальным способом. Итак, первая категория преступников, которую выделял Сергей Викторович Познышев, это экзогенные преступники, от слова «экзо», то есть внешние. То есть эти преступники в большей части сформировались, личность этих преступников в большей части сформировалась под воздействием внешних факторов. То есть, иначе говоря, люди, тоже самые бывшие ветераны, либо он тоже рассматривал на примере взятошников. Всегда в основе любого взяточниства он говорил «шершеля фам», то есть ищите женщину, потому что должностное лицо, которое пришло к необходимости взять взятку, как правило, совершает это для того, после того, как он завел любовницу. То есть, практически, мужчина, в общем-то, в своих потребностях достаточно примитивен, ему достаточно мало нужно для жизни. Но когда у него появляется роскошная женщина, соответственно, ей появляется нужда в деньгах, и тут мозг начинает лихорадочно работать, искать возможности с использованием своего служебного положения, с использованием знания бухгалтерского учета, то есть он может где-то деньги списать, где-то что-то урезать, где-то сфальсифицировать документ. То есть, таким образом, он приходит к необходимости решения этого преступления. Вторая группа – эндогенные преступники. То есть, эндо – это внутреннее, внутри переводится. То есть, это преступники, которые формируются во многом благодаря внутренним врожденным качествам, психологическим качествам и свойствам личности, и приходят к необходимости совершения таких преступлений. На моей памяти было несколько династий воров-домушников, например, Кнаусы в Барнауле здесь, на северо-западной жили, у которых прадед, дед, сыновья и внуки все промышляли квартирными кражами. То есть, это целая династия сложилась. И можно много здесь говорить о том, что они под влиянием внешних факторов, но в любом случае у каждого из них, я думаю, существовало и внутреннее детерминанта, свойства характера, элемент клептомании, то есть они хотели украсть. Вот, собственно говоря, что касается эндогенных преступников, то здесь я сам столкнулся с этой проблемой, работая в колонии, воспитательно-трудовой колонии Новоалтайска. В 90-м году у нас работала лаборатория Алтайского государственного университета, которую патронировала КГБ СССР. Разработки были таковы, они должны были взять кровь, забор крови у воспитанников и определиться, есть ли там какие-то закономерности по хромосомам. Вот, в итоге потом все эти данные засекретили, но я встретил девушку, которая была в составе этой группы исследователей, и эта девушка, Алла, она мне рассказала, что они нашли эти закономерности, то есть у всех 100 человек, они брали экспериментальную группу воспитанников, забор крови, у всех 100 человек был обнаружен ген агрессивности, то есть это врожденный ген, который присутствовал у всех из них. Прошу обратить внимание, что эта колония для осужденных не за тяжкие преступления, в основном это угонщики, кражи и хулиганка, хулиганство. Вот, и тем не менее, даже у этих был обнаружен ген агрессивности. А что же тогда говорить о бийской колонии, в которой сидели убийцы, насильники и разбойники. То есть там ситуация, конечно, думаю, еще хуже бы обстояла. То есть, конечно, поэтому Сергей Викторович Поднышев очень деликатно и аккуратно подходил к этой тематике, он и не опровергал данные Чезаро Ламбразо, но и в то же время он говорил о том, что не забывайте про объективные внешние детерминанты, которые формируют во многом личность человека. Собственно говоря, мы прекрасно с вами понимаем, что, так сказать, человек, который родился в уголовной среде, у него больше шансов стать уголовником, чем у мальчика, который родился в профессорской среде, допустим, преподаватели там или еще кто-то. Хотя на моей практике были убийцы из преподавательской семьи, которые нанесли мужчине 240 ножевых ранений. Я, по-моему, уже говорил в предыдущей лекции об этом факте в бийске. Что касается вопросов расследования преступлений. Очень много экономических преступлений, очень многое зависит от тактики следователя. Хотел бы обратить внимание, что в расследовании этих преступлений огромное значение имеет подготовка производства допроса. Допрос материально ответственных лиц, особенно главных бухгалтеров, это очень трудоемкий процесс, к которому надо подходить очень обстоятельно. Дело в том, что главный бухгалтер у нас человек, обладающий специальными знаниями в области бухгалтерского учета. Для следователя это бывает темный лес. На самом деле, конечно, мы не в состоянии постигнуть все премудрости этого ремесла. Поэтому при допросе я, например, всегда привлекал ревизора с нашего контрольно-ревизионного управления, в частности, Дина Ильинична Коршунова, всегда помогала мне в расследовании преступлений по левым цехам в колонии. Такие у нас тоже существовали. Она мне четко показывала, где есть приписка, искажение отчетности, незавершенное производство и так далее. Это неоценимая помощь специалиста, которую мы должны учитывать обязательном порядке в методике расследования экономических преступлений.